Как у вас там относится к тому, что Беларусь может в войну вступить? Думаешь, может или нет? Может ли? Я думаю, не, ну как, понимаешь, что... Извините, лет сколько? 30. То есть подходишь под призыв, если что? Слушай, ну даже если бы мне было, к примеру, с виду, мне кажется, меньше 18, вряд ли дашь. Поэтому... Не знаю. Выглядишь на 30. Ну вот, ну, поэтому как бы... Нет, ну дерьмо это все, конечно. Нет, так вот... У тебя, вот ты живешь... Потому что, знаешь, со стороны хрен поймешь. Вот ты, живя в Беларуси сейчас, у тебя нет ощущения, что Беларусь может вступить в эту войну? Блин, ну ощущения все время были, но все равно как-то, знаешь... С одной стороны, кажется все-таки, что, наверное, нет. Ну, именно потому что КПД нету, ну, от нас как таковых, да? Ну, блин, камон, какая тут недоармия, да? То есть, типа, это... Мне кажется, эти мобики русские, блядь, по эффективности то же самое, что наше, блядь, это войско польское на РВР, скажем так. Ну, то есть, а кое-какое для кого такой шаг, это сразу потеря власть. Ну, ты понимаешь еще. Ну, то есть, ну, то есть, размен, скорее всего, знаешь, мне кажется, перед фактом поставит. Ну, то, что так же, как перед фактом, вряд ли его кто-то спрашивал о том, что будут лететь ракеты. Правильно? То есть, просто оттуда будут лететь ракеты, и все, и ты, дружок, типа, ничего не сделаешь. Вот. И приходится хвостом вилять, мы вроде бы не в войне, хотя, ну, блядь, ну, как бы, стыд, позор, ну, имеем то, что имеем. Вот. Точно так же, я думаю, ну, и весь, ну, опять же, до последнего, то есть, виляние хвостом, все-таки хоть что-то он умеет, правильно? Да. То есть, вилять все-таки, не выполнять слово данное, хотя мне каждый, там уже, ну, мастер спорта по клятвам, в дружбе, верности. Ну, да, он будет врать до последнего, обещать. До упора, до упора, потому что никакого интереса, ну, все-таки прекрасно понятно, что задача удержаться, да, а этот шаг, ну, блядь, как бы, 10 очков Гриффиндору ни хера не даст, мне кажется, вообще. Ну, и для Рашки, то есть, это типа что, заляпать нас? Ну, как бы, ну, мы и так уже заляпаны. Для Рашки, это просто люди, я не думаю, что там кто-то вообще думает, что Беларусь уже заляпана, да. Не, ну, тогда мы просто, ну, не, ну, тогда мы, да, 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 да. Мы уже, в любом случае, пособники и... Да, и поэтому, как бы, с нас, ну, с нас, типа, блядь, ну, сколько, я даже, я себе слабо представляю, сколько, ну, 100 тысяч могут, типа, ну, под ружье поставить, охранять, кто... В смысле 100 тысяч? Вся белорусская армия 60 тысяч, это вообще вся. То есть, это и срочники, и, там, работники военкоматов, типа, так что, я думаю, что там 1020 максимум. Но, как бы, тем более, то есть, с учетом, что в Рашке, как бы, армия во сколько раз больше, да, и понеся какие-то потери, ну, пусть, ну, в среднем по больнице, ну, я, как бы, ни одним и ни тем данным не верю, ну, пусть в районе 40, допустим, условных тысяч потерь, и им приходится мобилизацию проводить, то есть, типа, камон, а у них там армии, наверное, 2 миллиона в сумме, ну, они хмастаются двумя миллионами, наверное, точно так же со всеми военкоматчиками, ну, то есть, типа, ротный пиццарь, поварь, ну, не суть важна, ну, то есть, как бы, при потерях 50 тысяч надо ловить людей по подъездам, типа, ну, поэтому, как бы, что тут, блядь, ну, что мы можем поставить? Какую-то имитацию, имитация, скорее, знаешь, мне кажется, все-таки больше просто перетянуть внимание. Ну, понятно, что ракеты отсюда, как летели, так лететь будут, об этом никто спрашивать не будет, ну, уже сейчас, наверное, новые эти мопеды, эти шахи, ну, я не знаю, я, как бы, слышал, что везли их сюда, ну, на территории, а были ли пуски, ну, как бы, я не читал, не видел, вот, ну, авиация, да, то есть, как летала, то есть, с этой, знаешь, ну, все-таки там, как бы, вооружение позволяет впускать его с территории Белоруссии, и, как бы, не подлазя под украинцами, поэтому вот так и будет продолжаться. Ну, и вот это нагнетание, там, так сказать, боюсь, гонять границы. Просто прекрасно, ну, есть осознание, понятно, что тут, ну, блядь, кому, да до февраля кто-нибудь подумал бы, что вообще такой дичь такая произойдет. Ну, да. Ну, поэтому, как бы, отрицать этот факт, что возможно, ну, было бы глупо, то есть, типа, но в то же время, все, точно мы пойдем, ты прекрасно понимаешь, что на кону стоит у того человека, а он, вот за что, за что, как бы, принципы, это все чхать ему, ну, то есть, его слово, это ничего не стоит, а вот желание править, вот это для него свято. Да. Я поэтому и украинцам тоже говорю, что вообще шанс вступления Беларуси в войну мизерен очень именно из-за того, что иначе Лукашенко просто потеряет свою власть. Да. Ну, блин, ну, опять же, кого отправлять? Самых преданных, а херу, а трон охранять кто будет, да? Не может без охранников король. То есть, да, как в этом мультике одноименно, то есть, типа, а трон охранять кто будет? Кого туда гнать? Ну, типа, какая мотивация, то есть, типа, мне кажется, даже самого уже, ну, ну, прям уже вот вообще телевизором забитого ябатьку отрезвило бы. Ну, прикинь, то есть, все равно, все-таки Беларусь такая, знаешь, деревня, да? Ну, я вот считаю, да? То есть, все-таки, там, город, допустим, в среднем, города плюс-минус до ста тысяч человек, и, к примеру, убийство кого-то на войне, это колыхнет весь город. То есть, все косвенно друг друга знают. То есть, ну, мне кажется, даже самому отмытому ябатьке немного растуманит взгляд, осознание того, что кто-то, ну, там, сосед, не сосед, пошел в другую страну. Ну, понятно, можно насмотреться, идти с фашистами, и мы идем там спасать, там, чтобы не было этих ЛГБТ-браков. Ну, этот бред, блядь, ну, потому что телик работает, телик работает, телик мозги отмывает. Но когда ты понимаешь, что, а помнишь того-то, а помнишь того-то, а там приехал его сын, ну, сынок вернулся назад в пакете, ты начнешь, как бы, ну, немного соображать, что, по-моему, блядь, что-то не то. Да, нормально. А как ты относишься к тому, что вот украинцы нас хейтят? Ёбаные белорусы говорят. Знаешь как, мне вот понравилось, я вот смотрел как-то, в общем, ой, отвлечься так, канал казахов, да, о жизни казахов за рубежом. И вот там казах, получается, служит в США в полиции. И вот он, ну, у него берет интервью, и как раз это интервью было после вот этого Флойда, как-то, я не помню, как его звали, этого негра, ну, ты, наверное, понимаешь, как он там, придушили коленом, или что там произошло. И он, типа, говорит, вот как, ну, то есть там хейт в отношении полиции начался, ну, там, дикий, типа. И вот мне понравилась его идея, и она, в принципе, вообще, ну, вот мысль, то, что 1% в любом слое общества подшивых людей, типа, хватит, чтобы положить пятно на всех. То есть, вот, знаешь, как простой пример, кавказцы. То есть, типа, 1% дебилов, приехавших в страну, хватит, чтобы все думали, что, ну, типа, э, чурки, типа, вот, понаехали. Хотя я знаю прекрасное количество, ну, большое количество людей, ну, кавказской национальности, адекватных. Но 1% дебилов, и все равно закладывается в голове, что, типа, какие-то они не такие. Так ты про этот 1% про кого говоришь сейчас? В любом обществе. То есть, точно так же, знаешь, типа, к нам относятся плохо. То есть, есть, скажем так, там 1%, ну, типа, власть имущих, да, которые вот в этом всем дерьме участвуют, ну, и о нас всех думают. Правильно? То есть, типа... Нет, они думают не... Смотри, украинцы плохо... Нет, 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 я понимаю, я с разными точками тут сталкивался тоже. То, что, типа, вот, вы такие, там, не боретесь, типа, ну, почему вы не говорите? У нас тяжело, ну, дотолкаться, ну, до истины, ну, пробиться, да, до истины. Для них просто, скажем, уже в демократическом обществе для них кажется, как это ты не вышел и не сказал против. Ну, скажем, ну, все-таки, типа, они не понимают, как это вот может быть, как это можно за то, что в ладоши похлопал, получить 15 плюс 15 плюс 15 суток, а потом и тебя всю семью зачмырят просто. Да, и похлопал в ладоши, будучи одноруким. Да, однорукий и, там, с раком горла кричал, ну, типа, нехорошие слова шел, а он стоит, он как терминатор у него в трахее трубка, блядет, в смысле, ну, разговаривает, как скажешь, Магдад, ну, люди не понимают, они думают, мы шутим или, типа, ну, ну, блин, это тяжело достучаться, то есть ты, ну, понимаешь, хотя... И то, что белорусам никто так и не помог в итоге, в 20-м году никогда. Все, конечно, были за, ну, типа, молодцы, но, блин, знаешь, знаешь, когда ты садишься играть в шахматы, а у тебя хватает доску, бьют по башке и кричат рыба, ну, блядь, до конца доиграть вообще, ну, тяжелова там, мне кажется, то есть в нормальных, ну, по нормальным правилам, да, если, ну, все-таки по себе, да, общество, цивилизованное общество, культурное, культурное, в первую очередь, культурно выражало свое недовольство, но, как бы, культурно разговаривать с ним никто не хотел. Да, согласен. Ладно, спасибо за разговор, держись там. Ну, давай, Калифорния, чтобы под Россией. Спасибо, все, доброй ночи.